добрый вечер дождались добрый вечер ну миленький как ты выбрался то еще пока не выбрался еще пока мучаюсь я уже с Виктором Андреевичем я говорю выходи на Татьяну Ильиничну то узнаешь живой или нет бедненький живой тяжело конечно вроде и пост стараюсь соблюдать но мне не под силу он такой пост я день второй попастился и все мне как накрыло и кровь пошла у меня и все доктрине пост есть как тебе какой пост у тебя ты еще начал может что то не так делать не так не так ну я в ибиде там ограничился ну это ты сам взял я про это знать не знал ограничился что положено ты там можешь мать там разные соки и варить может тебе на постом и пельмени может сделать растительное масло тебе разрешается ты вообще не заметишь поста зачем ты это взял на себя ну понятно что не я не могу без воды у меня я не снуть ничего не могу у меня как у тебя руки стягивают я не берусь за это без воды я вообще не могу капут мне ну да во всем как говорится благородную мне нужно что там статью статью читал ерундой маются а что они пишут разоблачающие мы разоблачили там а в чем разоблачение я так и не понял один вопрос где деньги кто пишет это пишет шпана шпана семинаристы кемеровской епархии там был арестарк они благословены на эту подлость и они ему хулиганят они такие попы будут живодеры это они они там отрабатывают ну и какого нибудь поставили такого же охламона над ними чтобы их благословлял я так посчитал прикинул откуда с какого времени это началось это они манкурты кемеровской епархии я так думаю местные епархии на это не пойдет они пишут материалы здесь предложенные ну предложенные бывшими лапкинцами типа уходит то из общины они пишут там какие-то материалы нам дают мы их собираем мы выставляем а какие опять же материалы что за материалы ничего конкретного главное несколько раз употребляют разоблачающие разоблачающие а в чем разоблачение не одно разоблачение в чем разоблачение больше не касается это хулиганы хулиганы им еще отвечают он бога не знает страха божия не имеет может быть даже выпившие это делают я сейчас с одним священником разговариваю ну у нас воскресенье занятия были князь века сего бог века сего называется господствующий в воздухе богом века сего называют дьявола хотя бог творец тоже является но так как я говорю это бог века сего три слова поставленные вместе встречается в библии только один раз и это говорится только о дьяволе и поэтому его употребить в отношении бога содержителей я не рискну почему это место вот с таким звучанием слов бог века сего это только о сатане о Люцифере говорит и я не дерзну его ни в разговоре ни в письме по отношению к богу творцу хотя бог творец будущего века и настоящего но сожжался я с одним священником он совершенно не о том гонит я гляжу я ему написал ты не выпивши случайно то он не понимает даже о чем а сказали отцы отцы с большой буквы я говорю ну поясни почему с большой буквы где в библии святое написано чтобы отец наставник учитель с большой буквы по отношению к смертному человеку было то где за две тысячи лет за три тысячи лет он даже не слышит и не отвечает а что по вашему по баптистски должны понимать откуда баптистская что даже не говорили то есть у них вот эта дурь спрессована ага баптист и он тогда с колокольни на меня камни кидает а чего ты взял что баптистка это он не отвечает это мы сейчас с ним перекидываемся в данный момент я вижу что бесполезно я напишал ты не выпивши случайно то нормальный трезвый человек понимает о чем я говорю назови где за две тысячи лет когда святые отцы называли себя или где в библии написано что они с большой буквы отцы нету а дальше он говорит я больше доверяю святым отцам то есть я ему говорю из библии он говорит а я доверяю больше святым отцам я говорю а святые отцы хотели чтобы им доверяли больше чем в библии то это вообще это помрачение полное в другой раз даже отличать рискнешь и не рад он вцепляется мгновенно а что по вашему по сектантски баптистски у него сектантский баптистский спрессован в мозгах только кусками можно отрывать это в данный момент вот сейчас так и пять минут назад мы переговариваемся и ты уже догадался наверно с кем говорили уже тут с ним по скайпу и скажешь да и не рад ничему как бешеные псы всыпляются а Владимир говорит а с чего ради он да я прошу ответьте о чем я сказал где святые отцы себя так возносили с чего вы им доверяетесь больше чем в библии то я вот только вопрос только о библии а он поворачивает это ко мне еще мы должны святым отцам меньше доверять чем баптистам они не знают раз библия не является авторитетом ему надо все время где то что то искать искать а они между собой противоречат святые отцы очень часто очень часто совершенно противоположно меня бог будет спрашивать по святой библии им не написано веруя во единого бога отца не написано веруя что скажут святые отцы этого нету нету ну у этого вот противоположного когда у этого есть даже какое-то название такое церковное придумали название когда несоответствие между отцами противоположности совершенно и церковь к этому очень спокойно относится вот потому что относят это абсолютно к человеческому ну человек не может быть уверен поэтому одного одно мнение другого другое конечно должно утверждаться что в написании у нас одно милое святое писание и все старый апокалипсис в старом варианте написано семитолковый каждый стих дает семь толкований толкования противоположных абсолютно допустим видел белый на белом коне вот считаем откровение всадник потом на черном коне вот белый конь в одном месте понимает это святые апостолы которые на которых господь воссел и идет проповедь а другое толкование такое что сатана принимает вид ангела света и на них восседает дьявол а это люди которые принимают вид ангела света вот и все абсолютно противоположное в одном одно толкование дает собой а другое а согласно библии и то и другое почему книга духовная то есть то и другое вполне подходит вполне но тогда когда у тебя здесь маленько соображает где отвечать чего отвечать ты молись только вот мне они вчера тоже было там зашли я ролик как раз выставил новые люди пришли оказывается они уже смотрят не первый день им готовы только отвечать готовы это не могут даже приехать да а я сразу они как вошли я говорю о глянь все и потеряются такие же как и ваши точно а вы не хотите переехать к нам мы строим православную деревню очень хотим ну вот я гляжу ваши ребятишечки тут лучше воспитывать детей в христианской вере православной чем у нас просто не найти нигде в стране учителя все верующие я не ожидал что вы предложите я думаю я вижу вашу ревность ревность они у них даже у них даже вот ну само духовное устроение выражение глаз так и такое же как у ваших ну понимаешь это бог так устраивает вот ко мне сколько заходят которые не по скайпу так только мы столько смотрим только никуда не уходите мы будем молиться чтобы вы не умерли пока мы на ноги окончательно не встанем вот а что людей привлекает искренность мы увидели что вы нигде никому не угождаете нигде и никому почему я слуга божий меня бог избрал я обязан выполнить то что назначено у меня другой задачи и нет никогда если ты от бога избраны мы с тобой братья родные а если ты только думаешь то ничего и не будет потому что реставрировать мертвеца не приходится ну а как ему говорит никак никак не сделаешь ты сначала говори о рождении свыше вот тут мне сейчас один написал ответить но я посмотрел отвечать очень много начиная как составляя график на день почему вы так много успеваете сделать а дальше у него божественные вопросы я говорю заходи в скайп и мы поговорим тогда потому что отвечать это десять раз больше нельзя ничего сделать пока человек не родится свыше его можно научить движение рукой делать а это все пустое вот сейчас я посмотрел и на форуме я занес тему образовал умовение ног называется в другом умовение и вот в россии архиепископ санкт-петербургской академии и вот он перед ну перед пасхой в чистый четверг и там они устроили мытье ног и вот как он садится ему огромное кресло он посередке и это далеко там в храме то а там хор заливается поет там поет ни одного слова не понятно и вот дьякон идет в алтарь все это в араре выводит оттуда трех священников и их ведет они не знают дорогу идти то посреди с ними проходит на стулья садятся теперь возвращается еще троих берет и четыре раза ходит этот спектакль продолжается и продолжается и он начинает умывать а умывать начинает воробью напиться воды нету противень да у любой бабки пироги печет больше противень и он маленько архиерея перед ними склоняется и на ноги вроде брызнет и а двенадцать почему один иуда они друг на друга переглядываются это в церкви я выставил к себе на то ну игра идет да народ погибает бога не знает что вы тут устроили это мимический театр то ничего нету ни объяснений никаких а Христос омыл так это вы делаете это что умываете смиряйтесь друг перед другом я смотрю думаю комедии и ломают и больше ничего нету да это возобновлено в восьмом веке только было а сейчас у русских нету а мы вот в Санкт-Петербурге первое начали это делать дурнина такая баню в Германии вам не судила одна из Германии что у них там секта ноги они моют ну эти священники я от них убежала а потом вот остальные годы я общалась и сейчас общаюсь с сектантами у нас моют ноги я говорю у вас что в баню не водят или что тут одни адвентисты значит и пятьдесятники там ноги мыть так то вы хоть моете их да настоящие с мылом ну тут хоть а тут не моют ничего спектакль и главное маленько и идут этот тазик маленький коротенький двумя пальцами унесу а его два семинариста тащит тоже его и все идут и к каждому священнику перетаскивают а народ стоит еще не понимает только это видят пение вообще не понятно они сами не понимают о чем поют ну что это за вера то какая-то вера то ну никак а где где такой ролик да на форуме я поставил себе на нашем форуме новая тема посмотрите ну только смотришь и думаешь кончилось православие правильно Феофан Затворник говорил не будет его больше а актеры как Игнатий Брещинов говорит остались одни актеры а актеры ничего не сделают это актеры и как он говорит и как вот ребенка там кресло лежу в алтарь понес деву девочка девочка ее в алтарь понесли дверь открывает и заносит девочка никогда в алтарь не заносится даже маленькая она перед иконами здесь они ничего не знают здоровые крепкие монахи еще они не будут жениться друг на друге когда жены нету по неволе видно что питанием они себя не изморили прямо видишь говорится шеи как у быков а кто ездил кто из святых ездил по монастырям и такой вертик сделал что монашество оно уже и сегодня вот димитрий смирнов смотрел его то ему вопрос такой задают батюшка а вот такой-то святой тогда-то говорил что монашество вот типа не будет такое будет вот театр один и он действительно подтверждает да говорит сейчас вот монашество у нас такое но будет все-таки есть еще я видел настоящих монахов неверно он говорит он уже о монахах об этих говорит как уже о чем-то зверях занесенных красную книгу то есть они где-то есть но их никто не знает он говорит ну я видел таких не видел это говорит Игнатий Брещанинов Игнатий Брещанинов епископ проехал и говорит монашество кончилось остались одни актеры у меня вот такой вопрос сейчас я читаю книгу отечник Игнатия Брещанинова и вот когда ученики Антонио Великому задали вопрос что вот так живем в пустыне в монастырях а как и дальше так будут монахи но говорит нет время когда монахи будут в красивых домах жить но это говорит будут уже те монахи а они храмы будут перед друг передром красоваться вот и монахи будут не те то есть не должны с нижкими людьми встречаться но он говорит среди них будут выдающиеся монахи которые даже в это время искушения не будут поддаваться как вы можете ответить на этот вопрос есть ли сейчас такие монахи спасибо большое есть ну конечно мало а всегда всего настоящего мало поэтому есть слава тебе господи я и знал и знаю изрядное количество настоящих монахов даже мысли о них вот сейчас я говорю сразу вспомнил лица этих замечательных людей у меня прям в сердце такая теплота от этого рождается только о том что вспоминаю этих людей не видела не знаю там монашество нет этого монашество в подлинном смысле какое он бы их и не увидел даже они где-то заперти я за монашество за монашество повторяю какое что были одни не связанные с семьё мы шли на семье и шли на проповедь и шли на благовестие до конца вселенной и умирали там где-то как копты а которые старенькие их допаивать докармливать вот это монастыри другого нет готовить миссионеров это все по евангелию а что удаляйся от мира заприся вообще сколько я знаю последний не видели информацию там мировую что в Ираке более пяти тысяч христиан убили нет я не видел пять тысяч я видел как голову отрезают в другом другом ролике а разграбили они монастырь католический и их священников казнят и режут голову тут маленькие ребятишки многие снимают это все ну это да это я видел а есть еще есть ролики не знаю есть но фотографии есть если найду покажу распинают прям в городе сооружают кресты такие вешают христиан на кресты на эти распинают людей да это в Ираке я видел это и как которые в Библию пальцы берутся они на лапшу пальцы режут вот так вот только за то что брал Библию и считал антихрицы но нам то это благо антиантихрицы были всегда и церковь прославляет мучеников а мучителей не проклинает молиться за них больше нам не дано ничего так они на всех повырежут христиане так никогда не говорили они знали что будет до конца кровь христиан всегда была семенем христианства вот растут новое а они никогда не обратятся не знаем не знаем мучители нередко обращались каялись как он у Георгия победоносца мы считаем у Анфима некомедийского их тоже под меч обезглавили мы боимся ножом режет а топором бы голову отрубили тут бы ничего а ножом он долго ломает позвоночник не может перерезать кричит дайте второй нож конечно это трогают но это обезглавливание было и Саула обезглавили царя тело его повесили это не новое американцы сделали я не знаю в каком году сделали но недавно фильм называется книга Иллая вот когда он несет книгу он несет библию она написана на языке глухонемых вот то есть выдавленными точками вот и на земле не осталось вообще писания не осталось и остались такие кланы такие бандитские группировки и одна из группировок предваритель охотился за этой книгой то есть он знал что есть где-то на земле такая книга которая дает особые знания вот и он охотился и интересный фильм называется книга Иллая вот что до последних времен сохраняется и Господь сохраняет таких людей которые донесут слово Божие до самого конца мира это все сказано Евангелие мы надеемся на Бога доверяемся Ему пункт возрождения это новый человек и тогда можем мы говорить что приносит счастье в чем он заключается нет большего счастья чем умереть за Христа они встречали как любимого жениха своего это мы считаем во всех Екатерина мученица велика мученица сколько они терпели говорить даже страшно Климент Анкирский был мучим 29 лет 11 месяцев притом не в тюрьме сидеть а именно мучили у него говорит ни одной клетки не было которая ему принадлежала это все заново наросло так что ну вот мы то по житиям знаем что Господь такую дает благодать что боли умягчаются вот эти вот не чувствуют человек который идет на крест он не чувствует острых боли такие ну а те первые христиане они же не шли и не знали об этом они шли и отдавали свою жизнь вот за Христа а мы сейчас вот последние мы знаем что если мы пойдем то нам Господь смягчит вот все равно какое то есть вот такое попущение все же мы идем на крест в надежде что Господь смягчит наше страдание к этому надо готовить вот мусульмане готовят маленьких детей его в первом классе спрашивает а кем ты хочешь быть я хочу умереть за Аллаха как мой брат умер он маджахет вот так надо учить это у святого Вавилы дети были дети с которыми он занимался и когда его арестовали арестовали ребятишек ну и мучитель то узнал кому сколько лет по столько плетей дать им так маленькие так маленькие говорит еще сожалели что им мало лет что больше плетей дали маленькие дети а в другом месте мы считаем он взял на руки его мать казнята на руки он взял его правитель то он его укусил за руку то он его как бросил он по ступенькам покатился уже мертвый ну и церковь канонизировала вместе с матерью нам надо приготовиться к тому что назначил Бог все это временно и временно настолько что не стоит даже разговаривать об этом такое оно временное а кто не понимает ну ему это и не дано первое мученики были великие но у святых говорится так что последние будут такие муки терпеть которые нам бы не вытерпеть последние мученики будут самые великие которые выдержат потому что самые изощренные методы пыток и оживление заново будут применять вот опять и зарвут все тело и заново вылечит поставить на ноги и опять по новой начинает это есть один филит знакомый был христианам и христиане а он тайный христианин был и они стали просить вот и вот будут первую эту там у этого у князя где они находятся в тюрьме ты попроси его еще зря деньги тратить казни их мы устали уже так и он правда тот выпил когда говорит а что ты их держишь столько а он думает что это его товарищ говорит ты будешь казнил их да и то что зря держать он завтра их всех казнил то есть ходатайство во смерти об освобождении никто и не говорил даже это мыслях не было хотя они они сами накормят напоят их а потом говорят я тот самый сейчас вот к этим страшным окам можно отнести нейролингвистику когда человека программируют вот этим всем ну одевают человеку на голову датчики какие-то одевают наушники ему сажают перед телевизором запускают там различные фигуры знаки которые меняются в течение четверти секунды вот и человек с ума практически сходит это муки говорят невообразимые муки это страшнее чем телесные муки это через мозг человека вот так мучают и причем это происходит без сна человек день и ночь сидит и его загружает вот этой непосильной информацией человек душа просто рвется на куски и все равно конец будет вот считаем мучить его артемия камнем задавили и внутренности расплющили а он все живой и внутренности вышли а он живой а другого надели раскаленный шлем шлем надели на голову медный из ушей дым шел а другого раскаленным из одного в ухо протыкает другое раскаленным такие же люди но бог дал такое терпение то язычники говорили христиане боли не чувствуют они как деревья было что не чувствовали боли а было что и чувствовали так что конечно бог облегчает чрезмерно не даст 1 коринфян 10 13 так чтобы вы могли перенести мы на это надеемся не камень вот этот шел вот сколько три дня назад более ну это кто знает у кого было это люди знают женщина даже говорят которые у которых были камни вот эти они говорят что рожать легче чем вот этот вот камень это когда он идет и вот господь насколько я знаю может быть это галлюцинация я не знаю насколько это в общем господь дает какие облегчения ну я не знаю насколько это может быть действительно от боли это происходит такое но у меня я смотрю корчусь от боли и тут же у меня белеет вот этот потолок вот перед глазами я смотрю и он как бы росло и мне сейчас кажется вот сейчас потолок раскроется и я увижу что-то и вот у меня такие вот ощущения и господь дает какие-то вот облегчения ну я конечно не видел ничего но вот такие вот ощущения какие-то то что господь надежду вселяет тебя вот за эти боли и он тебе как бы погремушечкой такой вот трясет перед тобой атьюйтео атьюйтео и вот эти вот боли у тебя смягчаются мы с тобой были эти дни соляком и днем и ночью все у бога это все высчитано мы примерять можем от счастья только то что ты терпишь как сразу приступают демоны как приступают у меня страх невообразимый вообще я матушку когда сильные приступы вот эти начинаются я ее скорее того я бы видеть сиди рядом со мной никуда не уходи страх неимоверный то есть окружают сразу непоснимые ощущения ну святых было так подходит и начинает говорить ты виновен в этом какао агафон а он говорит все вы придумали ничего этого не было все и демоны отошли ты скажи я мыть кровью Христа тебе не принадлежу отойди от меня окаянный бог примет мои страдания никогда не надо ни страх допускать а если он есть то господи а страха ночного стрела летящий в воде 90 псалом и бог удаляет я каждый день молюсь чтобы спас нас и селение наше от пожара от воровы от нечистой силы они понимаете как они вот эти боли они не дают уже сосредоточиться то есть такие нападки бесовские они не дают я вот даже пытаюсь я думаю сейчас начну читать там да воскреснет бог допустим а я не могу сконцентрироваться я не могу найти слова для молитвы понимаете то есть вот они начинают разрывать один туда тянет другой туда тянет вот не находишь сосредоточения такого даже слова забываешь молитвы вы забываете все запомните что его звать Иисус Иисус помоги Иисус спаси добавляй Иисус сохрани Иисус повторяй Иисус они имени Иисуса боятся как огня даже были такие которые имя славца то они утверждали что тут особая сила в этом имени но это действительно так при имя Иисуса для них смертельно Иисусова кровь ощущает нас от всякого греха запомни только имя Иисус не забудь как его звать даже Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного не можешь считать тогда говори Господи Иисусе спаси Господи Иисусе не покинь Господи Иисусе сохрани с вас этого будет уже довольна мы не знаем что будет с нами но я говорю рассказывал одна девушка умирала и сатана новей кто-то зашел в черной одежде раскрывает книгу и показывает вот то сделал вот то то ты моя и вдруг комната сияла светом заходит второй белая блестающая она рассказывала потом подходит к книге ты все сказал? он говорит все она моя он руку положил на книгу вот так и что же тут написано? он листает нигде ничего нету то есть кровь Христа все смыло ну образно как аллегория как жена боньяна путешествие пилигрима надо смело отвечать и я тебе не принадлежу ты обманщик я во всем раскаиваюсь никакой грех не оправдую в ведении неведении уме помышления от всего раскаиваюсь вот ты смотрел тут ролик был где мы причащаемся да воскресенье хорошее правда? хорошее как дети причащаются вот такое время будет не всегда Россия потерпела многое священники расстреляны были а теперь вот дает Бог такое вдохновение такая свобода свобода невиданная свобода и поэтому только молиться чтобы Бог сохранил правителей я потеряю молюсь чтобы не было покушения на правителей и убийства и чтобы они сохранили себя нам этого довольна статья там вопросы вам задают точнее не вопросы а как бы они утверждают вот они в храмы не ходят и свой храм не построили собираются там где-то в частном доме у Игнатия Тихоновича а разве это зазорно сделать храмы и собираться в нем первые христиане в пещерах вообще собирались не повторяй ничего это хулиганы они не знают ничего ежедневно собирались по домам при том эти слова то берут они от одного который у нас был отступник это в девятнадцатом томе у меня написано они этого не знают совершенно 70 лет при советской власти собирались все по домам и всегда были ни алтаря ничего не было котомка пришел отслужил вышел и нигде ничего нету эти говорят хулиганы им еще это не надо там может быть жареную рыбу в пост я знаю они едят семинаристы а может быть с товарищами сидят хохочет и пишут обрати их господи это семинарская шпана ну над ними стоят выше и они их благословляют а ничего раз нету то и нету вот а что в большом храме они стоят там он не молиться ничего не может а я склонился в сенях где-то в сарае и со мной и бог а одна рассказывает она 10 лет от была мужа расстреляли у нее немщикова Ксения Ивановна ну и там был у них такой как юродивый они ему разрешили быть у них в огороде сток был а Сибирь он говорит сток в стогу сено вынергал сено и туда залез и там и не замерзал под ним сено он дырку то заложит ну и действительно не замерзал тогда же мы идем и смотрим там оттуда свет светится мы так ахнули то видимо он глупый зажег свечку но одна если даже одна загорится уже все вспыхнет как порох то мы к нему и потом видим свет то горит не освещение идет и они еще не стали говорить вот и все другой свет неизреченный нетварный как я уж не люблю приводить его Григория Палама говорит вот скованное по вузам лежит человек и господь показывает как он молится на спине лежат два брата а кверху огненные столбы от них поднимаются вот и все я вспоминаю этот фильм семья вам звонила я не помню откуда они из Екатеринбурга или из области откуда они вот как все таки людей вот целая семья сколько их там пятеро да семь человек вот и как проникнуты люди вот этой поиском вот этого чистоплотности даже не то что духовной она же телесная вот они дети побежали косыночки повязали как вот это все ищет человек вот этой вот чистоты даже телесной насколько сейчас обратили это вообще в какое-то невежество просто полное люди смеются там это бороды там все такое да и ладно что это спасает она борода ну как же ну как же она не спасает ну мы у нас же и на бытие мы же крестьяне мы же всем видом должны показать что мы иные мы этим и отличаемся от мира вот как мне прям понравилось я хотел сначала я Володе написал а вы уже видимо спать легли я хотел этот ролик сам сделать я хотел в широком формате его сделать потому что красивые держат люди ну а вы уже выставили ну я не знал про это я знаю что вы не касаетесь отошли ну ладно они выйдут я разрешил через неделю зайти мне показалось интересным у нас выехали там одна разведенная уехала то и три имени которые выехали с ними это и тут те же самые имена вот что удивительно то еще такие же имена как те которые выехали а мальчишка то она говорит Ваня то написал стихотворение про Сибирь я говорю какая какая тебе Сибирь то оно может действительно так сегодня Игорь Барабаш был у него неприятность одна он еще и гречка хорошая уродилась у него собрал ну и к нему кто то там фамилия его Картошкин я думаю фамилия то какая то говорящая вот ну гречку попросил а потом рассчитаюсь он ему дал не два не три килограмма а шестнадцать тысяч килограмм гречки шестнадцать тонн ну тот взял да написал расписку я взял у него отдал а теперь говорит я у тебя ничего не брал Игорь в суд они говорят эта записка не имеет силы я ему сегодня выговаривал еще такой простофиля ну я ж тебе говорил ну ну свидетели расписались а тот показывает а тот который написал да я просто показал как ее писать надо ничего там за этим не было ну а Игорь что представьте лет отрудился обрабатывал поле и ничего нет а то сегодня он у меня забрал документы я говорю смотри это за непослушание тебе вот у меня в деревне один попросил шифера я набрал его для лагеря шифер и цемент я ему даю сколько тебе шиферин пятьдесят шиферин нужно и центр или полтора центра цементу но давай я скажу даже как звать Никитин Миша давай мы составим договор распишется жена твой товарищ с которым вы выпиваете батюшка распишется все и ты пока не рассчитаешься больше в рот не будешь брать алкоголя я в договор это включил так он как томился то у него как то так не ладится он не может рассчитать себе пить нельзя и у нас тут один женился а он его друг то но приехал я спрашиваю ну как свадьба то в барнауле то да какая то свадьба не выпить еще нельзя а ему выпить надо и он еще не может сделать пока не рассчитался рассчитался тогда вздохнул я все в каждом я говорю смотри как я его сделал записал жена расписалась друг расписался с кем выпивает батюшка документ а другой был приехал у нас там нормальный мужик так то но очень гневливый и матерился как разгревается материться и вдруг он зануждался в чем то а нуждался тоже кажется стекло или шифер я ему даю и договор составить пока не рассчитаешься чтобы ни одного матерка у тебя не было вот тоталитарный режим то где и он выдержал я говорю а зачем бы я это делал то договор то зачем я же о тебе беспокоюсь то по другому ты никак не можешь отстать он правда кажется два года не мог рассчитать и не выпил нигде а я говорил брашку там закваска там разное в варенье пиво все алкогольное ты хитрый как меня поймал на этом ну павел говорит допустим я хитростью с вас брал хитростью но воспользовался ли я чем я так сделал чтобы все платили но я этим воспользовался или нет нет ну да какая хитрость то обо мне речи нету блоговестия а почему молоте почему так мало получается снимаете мало ну потому что столько бесед то почти нету просто раздача идет и все бесед то мало очень у нас евангелие заканчивается и мы пошли сразу кто то спрашивает книги то раздают какие книги что евангелие изнано патриархии на первой странице написано по благословению патриархи кирилла это ж понятно то они не понимают кто глянет он сразу увидит это патриарше издание последний год назад только издал патриарх кирилл дальше вопрос а кем благословлены а на чьи деньги изданы это мозги отшиблены у них все благословленные деньги это совершенно мирской рафинированный ум очищен от всего святого там ничего нет одна грязь пенится с работами своими и такие то люди ладно на мне они споткнулись ничего нету но дома то ему жить как то надо то он не может быть со мной негодяем а домой придет ученик христов он не может быть зло выборочно не бывает зло выборочно не бывает он обязательно этот навык хамство безобразие перенесет и на домашних так и будет у него но случится так что они между собой столкнутся это пишет не один их там целая коллегия я сейчас рассказывал кто у меня организовал форум то я говорю ты помнишь у нас было года полтора назад одновременно на форуме ну начало только форума было ну два три человека там видно сколько на форуме и там в начале показывают и вдруг на двадцать человек больше чтобы одновременно пришли двадцать человек так не бывает и при том самое главное одновременно через сорок минут уходят кто такие зачем он сам программист и ничего не может сделать я говорю это так или в кгб или семинарии больше нигде в кгб все про нас знают да у них где а в семинарии то у них там столько компьютеров стоят им задания дают давайте вот у лапки на такой форум вот вам тема как доказывать когда в бога не верят то есть миссионерская работа и они притом никаких следов ни нападок ничего нету я знаю что это барнаульская епархия и главное одновременно каждый день заходят видно урок когда у них есть сорок минут бац все вышли одновременно скажет ребята выключайте без команды это не сделать а я их сижу и вижу и радуюсь а они мне ничего плохого то не делают только радость приносят и я вижу по каким отделам разбрелись а что они смотрят программа то показывает на наше сокровище сайт и форум на сайт на на форум приходят каждый день в среднем двести человек двести человек это не два двести и в течение четырех месяцев ни одного высказывания нету ни одного почему полнота они понимают дальше только уходить а спорить о чем спорить когда там все взято все и зарубежное и отечественное и дореволюционное и свое и поэзии все абсолютно взято я это как раз и хотел чтобы люди приходили садились за стол ели пили веселились а не спорили не матерились а соплями друг друга не кидались как он я посмотрю на форуме у каких там ругаются бьются у меня вообще этого нету Бог услышал эту молитву я вот молился чтобы Бог дал хороших жителей потерявку может эти люди как раз и есть я каждый день об этом и вас прошу если Богу угодно добавляю а которая противная поставь преграду у меня просится ни один, ни два вы знаете когда там с Санкт-Петербурга просились вы их сразу определили кто они папа, мама ну тяжело все равно дом там а что он говорит у них вода колодец там кончилась да? да ну вода кончилась а кому же они дом теперь не продадут никому ну я не вникаю в это главное что наши сердца открыты к вам говорит Каринфине не ну тяжело все таки как пять детей как им приехать представьте на пустое место там и начать как все тяжело они приезжают и в этот же день заходят в дом там два дома два дома но я им сказал там все или строите сами если средства есть дом продадите вы выбираете это временное будет жилье им такое да? ну и могут совсем купить его придет время помогут скотиной у нас обязательно стоит будет купить ну видите как я рассказал там про телку то у меня телка то есть там корова то я к тем приду и скажу переведи к ним вот она двухлетняя была а когда у вас уже будет пять коров и кто-то приедет вы им отдадите это моя корова идет она не стареет я счет сделал не так у меня тоже ничего нет но я вот накопил денег купил корову и отдал ее она служит десять лет я ничего с нее не имею ни копейки еще держатся что ли? ну что делаешь? ну что? ну что? мы так конечно это уже такой щадящий режим так вот так можно ехать хоть хорошо детей беру бесплатно на лето еще еще продукты какие можно дать? продукты дам я сказал ну-ка пошел души ты бай бах душит мы этим летом тоже съезжаем все в деревню уже думаю окончательно а у нас у нас деревня называется Трещивка от слова Трещивка Трещина да разное бывает и Плешкина у нас видите у нас хорошо у нас и асфальтовые дороги и газ подвели там и все такое а у нас газ проводили вот здесь вот и ходили по дворам записывали проводить не проводить я отказался это бочка взрывная там взорвался там не досмотрели в комнатах лег спать кран открытый ну и все взорвало целый подъезд вынесло я отказался у нас сейчас системы другие у них там сейчас тем более плиты он если идет долго газ она отключается сама то есть там предосторожность такие только на днях считал 4 взрыва произошло никакая система не убережет если человек сам такой а у нас я знаю что угля сейчас принесли я знаю люди угорают и от печи угорают заслонку забывают открытие угорают от печи что там говорить а у меня так сделано что не закроешь это продумано а вот у нас здесь председатель ревизионной комиссии был Сытых фамилия его и видимо не так там голоса подсчитали ну они легли спать а им пришли где выхлопная труба то идет там из окна от газа то все время идет а им туда накинули какую-то старую лопатинку и она задушила утром пришли все мертвые умышленно сделали так что ну я отказался категорически я знаю что ну конечно она печка хорошо когда хорошо когда и газ и печка у нас уголь продается мы угля привезли Володя топит в храме сюда приносит я тут растопляю мы благодарим Богу я сейчас всем и всем знакомым и друзьям всех на землю и за границей сколько у меня и друзей я всех зову давайте бросайте у меня и в Канаде и в Америке есть и в Израиле я всех зову давайте бросайте потому что времена такие как были предсказания что эшелоны будут из городов уходить люди будут ехать земли а причина то вот видим причина вода то уходит посмотрите уже во многих местах России вода просто из колодцев уходит все нет воды а где воды нет там нет жизни да мы на Бога надеемся потому что инфляция дефолты это все искусственно придуманное это все как это в фильме 12 говорит еврейские штучки у них банк назвали ну ростовщик еще банк то ростовщики 12-30 процентов там по 30 процентов дают ну и что да то когда в сельском хозяйстве у него корова вот ты сидишь дома она ходит жует сено молоко вырабатывается никакая инфляция не влияет молоко будет курочка ходит что-то собирает там на улице яичка у тебя будет а в городе ничего нету в магазина магазин закрыли умылся в деревне все время прибыль идет прибыль оно скрипит пчелка летает ты сидишь она полетела уже мед собирает тебе что про это говорить в банке я не знаю я к этому ровно относился всю жизнь а вот у меня последние 2-3 года у меня прям какая-то тоска знаете вот человеческий человек он не создан вот для вот этих вот коробок человеку свободно свобода ему природа нужно соединение с природой потому что стонет поэтому душа поэтому скучает по всему вот сейчас последние ролики я выставил вы под ними если можете посмотрите комментарии прям последние последние там мне прислал Виктор а Виктор видимо с Франции получил о хиджабе хорошая работа три ролика и там даже наши взяты как это было и как сейчас там форма не отличишь ни мусульман не наших нигде но это православные это иконы это в Африке и все это показано откуда когда в каком веке я даже таких данных подробных и не видал видно что по форме люди благочестивые бедные бедные живут в Африке но идут в храм все белое на всех надето абсолютно белое и все женщины в хиджабах все православные а откуда что она означает означает что я перед Богом стою закрыто ни одной волосинки нигде нету и на первом месте наши фотографии там поставлены мы это знали заранее что необходимо потому что я перед Богом стою у нас как-то приезжал директор библейского общества из Новосибирска библейского общества вот и говорит какие у вас женщины красивые я говорю это платки красивые у них а их с ними платки то они такие же будут плахудры я вот на прошлой неделе в Канаде у меня есть но он как мне он брат мне и поверит и так мы выросли с ним вместе с пяти лет вот а он живет десять лет в Канаде я его зову все это давай приезжай и мы с ним завели то разговор я по поводу чего хочу спросить то такое вот ваше мнение и смотрите сейчас он же а он смотрит уже год-два я не знаю там он исследует вот это положение в стране по общинному строю и он говорит одни секты кругом понимаете секты создают кругом общины а так что православные он говорит ну лапкин в Сибири и все а больше говорит ни одной нету почему православные не стремятся к созданию таких общинного строя а потому что мозги отшиблены попами они только грызутся и грызутся друг с другом и священники все в одной злобе живет и поэтому Бог не дает ничего что мог бы дать поэтому обманутая жизнь не даст вам ничего за то что торопясь от бедной жизни брали ну вот и кончилось нас тоже спрашивает иногда кто еще когда я никогда об этом и не думал я знаю что у меня много друзей даже в интернете как бы не интернет этого не было в этой души которая пишет благодарят просят помолиться у меня каждый день их наплыв идет людей с разных от камчатки до не знаешь куда даже до австралии как знают как то люди видят видят что мы живем без обмана никогда не лгать и никого не бойся вы как в фильме брат он он вот скажи мне американец в чем сила разве в деньгах вот и брат говорит что в деньгах у тебя много денег И чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильней стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. А он, как бы, он приоритет, он в правде во всем. Я за что? Я же говорю, за что вы меня покорили вот этой вот правдой? Я любил там и в молодости прибрехнуть. Для меня брехануть было, как нечего делать. А вот это вот меня просто покорило. Как жить вот в этой правде? И ты становишься как в броне. Ты становишься неприступной вообще. На коне, на белом. И все. Это же истина. Правда. И все. Ну вот представь себе, когда я занимался распространением трудов Яна Златоуста, Библии, что насчитал. Насчитал. Это не одна, не две, а 200 по 375 метров, 200 катушек. 200. Это только один экземпляр получится. Это Библия, столько, все там, архипелаг, гулаг. И вот мы ездили, ездили, ездили. И все-таки манаши Гавриилов отец, Леша. И вот мы загрузили, а у него с люлькой был мотоцикл. Ну нагрузили, прям высоко так, все это опеленали. Едем, дождь лещет прямо. И проезжаем как раз в лесу, уже близко, недалеко от Барнавула-то. Выходит милиционер. Что его вынесло? В дождь такой, гроза идет. Ночь, темнота, часов 12-то. Остановил. Вы откуда? С Новосибирска. А что везете? Я говорю, видите, как я на пленку насчитал златоусту другое. Там купили магнитопоны. Ему разъясняю. Он запутался слушать, махнул рукой. Езжайте отсюда. Понимаешь как? Я захожу, а они продают, у них норма, кажется, 3 пленки только. А нам нужно 30 ящиков. Ящиков. А ящики иногда по 100 катушек. Это ужасно. На базовой машине надо везти. А что? Как? Я говорю, мы вот так вот делаем. Жития святых как раз я насчитал. А вы про Клавдию Стюжанину слышали? Да как же, я у нее был и разговаривал. Директор сразу вышла там. А сколько вам надо? Она из-под прилавка все вымела и нам отдала. Правда, дверь открывает. А в Москве когда брали вот так вот, у нас не хватило денег. Ну, мы пошли к директору, вы оставьте пока здесь. А потом мы приедем, заберем. Он узнал, откуда мы, скажите, а вы Библию могли бы достать? Я говорю, постараюсь. А вы что хотели? Я говорю, да вот тут. А у меня рабочий заработок 72 рубля было. А у него тысячи на полторы. Вообрази. И он первый раз нас видит. И нам дал эти все пленки. И мы сгрузили и уехали. Первый раз. Мы ему все рассказали, чем мы занимаемся. И, конечно, в течение одного дня Библия была достата. Повезли и подарили. Правда, она прошибает все. Она обезоруживает. Она просто раскрепощает все. Все стены рушат. У меня следователь, он руками разводил. Да как это так? 32 у меня было свидетеля. Всех допрашивают. А допрашивают там и в Украине, и в Белоруссии, и в Латвии, и в Киргизии. И все одинаково говорят. Это как вы могли отрихтовать их так? Я говорю, говорить по правде. А говорить по правде, это означает, будет так, как должно. Только так. Правда. Ничего, кроме правды. Единственное, правда. И вот это людей просто привлекает. Мы, говорят, сами жаждали этого. Но по правде нельзя сегодня жить. Все равно обманывать надо. Не надо нигде. И Богу доверься. Бог. А мы, когда говорим правду, мы подразумеваем истину. Мы, когда говорим правду, мы утверждаем истину. Или как это? Или это правда? Как это? Правда и истина, это разное? Оно не разное. Но в Священном Писании дается небольшое разделение. Небольшое. Я сейчас прямо покажу его. Где? Почему оно дается так? Псалом 84, 11 стих. Милость и истина встретятся, правда и мир облабызаются. Что это означает? Мы можем толковать, говорить. Поистине Господь говорит, я истинный путь, истина и жизнь. Он себя, правда, не называл истина. А здесь, говорит, милость и истина. То есть мы жаждем милости и встречаемся с истиной, которая сошла с неба. А правда, правда дается земная нам. На земле нужна правда. И чтобы были мы в мире. Вот так кратко могу истолковать. Хотя Зигабен, Златоус, они все это по-разному. Но тут в одном стихе и истина, и правда. Мы скажем, может, перевозчики не так, но исходим из того, что есть в наличии. А почему Господь промолчал, когда Пилат у него спросил, что есть истина? А потому что она связана перед ним стояла, потому и промолчал. Он его допрашивает, разговаривает и спрашивает, что есть истина. Это картина Гея Николая есть такая. Истина стояла перед ним. И он ее не видел. И отвечать не еще было. Как отвечать? Сказать, я? Ты же разговариваешь, ты обо мне много слышал. Неужели ты не понял, что это истина? Я истинный путь истины и жизнь. Евангелие Теана, 14, 6. 20. Крот из Христа просто на повал сражает. Хотя вот по-нашему, по-человечески кажется, ну тут нужно было сказать, но тут надо. Он, возможно, и убедил бы Пилата. Ну да, 12 легионов ангелов. Еще легион-то непонятно, что такое. Легион бывает 10 тысяч и 100 тысяч. Это легион. И 12 легионов, что тут говорить? Это, может быть, даже вообразить невозможно. И Господь мог 12 легионов против этих, которые казнят христиан, выставить. 20 тысяч сожжены были в Некомедии. При Анфиме, Некомедийском епископе. И церковь нигде не ропота не показывает и ничего. А радуются все. Так они всю империю сожгут. Но не сожгли. Знаете, что это страшно даже осознавать. Вот я иной раз думаю, мне страшно углубляться в этих мыслях. Какую жертву принес Господь за нас. Это же просто невообразимо. Это по-человечески невозможно никакими путями достигнуть этого. Ну, приходится только удивляться все время. О! Не засущая на этом буддистской молитве. Они достигают в ней совершенства. О! Маны, падмы, хум. То есть вот и сидящий в лотосе. Наконец, о! Маны, падмы. Хум уже не говорит. А потом, о! Маны. И уже лет через 30 только выходит. О! О! Вот у нас точно так же. Только выходи, смотри на звезды. Это еще Монтен философ говорил. Отрицать Бога у гроба ближнего и под звездным небом может только негодяй и явный преступник. Вот моменты, где мы сталкиваемся с размышлениями о собственной жизни. Это хорошо говорил Евгений Берсье, проповедник времен Парижской коммуны во Франции. Его проповеди были как хлеб в блокадном городе. Очень сильные проповеди. Вот в любом моменте мы видим, что перед нами прошли люди, они размышляли, видели. Вот мне нравится у Конфуция такое выражение. Его спрашивали. Вот мы творим так память, с вещей жжем там ходим, покойником. А им это помогает или нет? Ну это православное так же спрашивает-то. Он ответил так. Если я скажу, что помогает, вы будете только о мертвых заботиться, живых забудете. А если скажу, не помогает, вы вообще, наверное, хоронить их не будете, бросите. Поэтому умрете, сами узнаете. Видишь как? Ну это мудрец, не христианский. Ну сказал-то правильно, умрете, досконально все узнаете. Это все не пережито. Возьми смерть Ивана Ильича, Лев Толстой пишет. Описывает, как будто сам умирал-то. Как в конце концов его проталкивают в какой-то мешок. Как он кричал и прочее, бывший прокурор. Ну а на самом деле так или нет, никто не знает. А кто знает, тот уже не скажет. А которые обмирали, они это не узнали. И речь идет о смерти, а когда нет возврата. Геннадий Ильич, ну что, я не буду-то обмешать вам больше это. Хорошо. У меня ролики эти скиньте, я их сам делаю. Закачаю. Ты когда болеешь, маме скажи, чтобы нажала хоть один раз, чтобы зелененько загорело. Или на мой листик хотя бы пару слов. Я вот второй день меня разблокировал этот. Я сейчас ничего не трогаю. Ни одного там где ссылки какие-то, ни грамма. А до этого только через скайп мог. Ну что, брат, благословляй нас отойти. С Богом. А тебя Бог да благословит, мамушке твой поклон земной. Спасибо, Христос. Любезный ты наш. С Богом. Вот так. Вышел Сергей, обрадованный. Я истасковался о нем. Не выскажешь как. Все эти дни только и поглядывал. Будет или не будет. Долго нет. Я говорю, Виктор, позвони, узнай, Виктор Андреевич. Живой или не живой? Пару слов хотя бы. Продолжение следует.